Всем привет! Сегодня на обзоре очередной кубик. Модель KB284. Дизайнер Макс Ткачук. Вот его лого. Я с ним немножко пообщался. Информации по нему практически нет. Нашел его в инстаграме. Задал несколько вопросов. Скриншотик на экран вам выведу. Если интересно, прочитаете. Нож крайне интересный. Долго думал, что про него рассказать. Это один из лучших дизайнов, которые у меня были. Один из лучших ножей. Именно дизайнерских. Мне он крайне нравится, крайне симпатичен. Именно поэтому мне про него сложно говорить. У него титановая рукоять. Замок Frame Lock заходит на самое начало. Титановая клипса. Очень удобная. Титановый бэкспейсер. Клипса бэкспейсер анодированы в голубой цвет. Осевой винт тоже голубого цвета. Смотрится это классно. Все лаконично. И в то же время со вкусом. Клиночек вот такой вот. Шип-худ. Отсутствие плавника. Что редкость в наше время. Практически не встретишь такого. Открывать можно например вот так. Двумя руками. Скорее всего так подразумевалось. Для европейского рынка. Как часики работают. Но мы вот так делаем. Факать удобно ножом. Механика просто отличная. Чик. Мне вот почему-то часы механические напоминает. При этом нож маленький. Сюда ложится мизинец. Безымянный, средний, указательный. Ровно под руку. Такой вот прям EDC каким он должен быть. Сталь на клинке АУС-10. Спуски прямые. Начинается от середины. И уходит до самого обуха. Небольшой фальшик прямой. Насечка на обухе. Ну и огромное отверстие. Так называемый холл. Тоже здесь обработан. Снятые фаски. Финиш клинка бит бласт. Клипса титановая. Цельно фрезерованная. Такая вот классная. С галтовочкой сверху. На одном винте крепится. Этот же винт один из корпусных. Опять же титановый бэкспейсер. Интересная форма. Фасочки сняты. Все обработано. Отменное качество. Корпусных винтов 6 штук. Три бонки. Многовато конечно. Боночки стальные. Резьба насквозь. Открутились с одной стороны. Не буду мучить. Пытаться их открутить. Титановая плашка. Максимально облегченная. Просто очень много мяса снято. Практически невесомое. Прикопаться не к чему. Единственное что следы от пальцев остаются. Плашка с замком. Видим сухарик. Керамический шарик детента. Опять же фрезеровка для облегчения конструкции. Стопорная бонка. Шайбы прокладки стальные. По которым подшипники бегают. Сами подшипники. Шарики керамические. Обойма латунная. Осевой механизм. Логотип компании. Винт. Все немножечко чумазенькое. Так как ножом я пользовался. Ну и клиночка. Видим проточки под подшипники. Отверстие для шарика замка. Уже дорожечка такая накатана. Пяточка. 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 Дизайн. Постатке. Пяточки не приближены. Для техникиdyл. давайте вернемся к ножу это наверное одна из лучших моих покупок на алиэкспрессе мне нож категорически нравится есть два нюанс это марки и материалы от пальцев очень сильно да даже в перчатках пачкается титан разводы на нем остаются и на второй день когда достал клинок по нему тоже пошли разводы их немного если бы залапать его маленько то их незаметно но вот сейчас когда он чистый спиртом протертый можно увидеть кое-где несколько точек чуть-чуть разводе ков но это аус 10 в ней мало хрома и много углерода она любит патинировать в остальном крайне удачная модель мне нравится вот это вот одна линия спуск рукояти к низу как сделано темлячное отверстие сам клинок очень нравится по-моему у макса но из тех что я видел по крайней мере его моделей это одна из самых удачных это просто бомба классные 10 ножичек есть его бюджетный вариант картиночки можете в углу увидеть сейчас стоит подешевле он тоже титановая клипса не только лайнер лог накладки из g10 а так все в принципе повторяется два варианта клинка выполнена практически безукоризненно придраться я даже не знаю к чему ссылочку на нож оставлю что на один что на бюджетный на другой давайте попробуем порезать листочек я правда ножом пользовался но все равно продолжает резать мы будем на этом заканчивать кому ролик понравился ставьте палец вверх кому не понравился вниз подписывайтесь подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии и до новых встреч всем пока